Спасибо большое, что присоединились. Я смотрю, сейчас люди как раз тоже подтягиваются, присоединяются к нам. Рад еще раз всех приветствовать на продолжении мероприятия. Очень радостно, что наша с вами встреча два месяца назад, который провел с Аграслами Махарад, она не последняя. Мы, если честно, организаторы этого мероприятия были удивлены тем интересом, который вообще она вызвала. Порядка полутора тысяч человек зарегистрировалось, больше тысяч человек посмотрело в этот день, по-моему, 500 человек в прямом эфире было. И самое интересное, что в продолжении этого форума мы оставили возможность высказать свои пожелания и хотели узнать, что вообще нужно людям, бизнесменам, духовным выскателям, которые пытаются соединить бизнес и духовную практику. И очень рады были получить порядка 100 отзывов из разных категорий. И к радости или к несчастью, я уж не знаю. С одной стороны, мы были рады, что провели это мероприятие, рады, что много человек на нем присутствует, большой интерес был. И в то же время то количество задач, которые вы перед нами поставили, как перед организаторами, то есть оно немножечко переполнено, переполнило то, на что мы рассчитывали изначально. Порядка 100 заявок было, из которых большая часть была, к нашему удивлению, на помощь именно такую, знаете, менторскую, наставническую. То есть людям хотелось, чтобы появились духовно реализованные бизнес-практики, которые бы показали, каким образом можно развивать бизнес, можно развиваться в этом направлении. То есть, чтобы это было не чисто знание бизнесовое, а именно от людей, таких как Радхе, Герид Харри, которые могли бы показать правильный и правильный путь. И часть заявок была на инвестиции и часть заявок на пожертвования. Три вот этих основных категории заявок после форума к нам пришло. И что мы увидели, что, ну, на самом деле, как бы сложно в этом признаваться, но мы ощутили свою несостоятельность. То есть мы столкнулись с той проблемой, что заграничные инвесторы, они испытывают сложности в вложении денег в Россию, в российские компании. А те бизнесмены, которые есть в России, как бы, то есть они не рассматривают, не видят ценности, как бы, вложения денег именно в духовных предпринимателей. Да, то есть они не выделяют этого образования. Вот, и пришло понимание, как бы, что если рынка нет, то этот рынок свободен, да, то есть мы как бизнесмены, как предприниматели хорошо это знаем, вот, и, соответственно, мы можем влиять на это, то есть мы можем занять эту нишу, сделать этот продукт. Вот, и как раз именно этим мы озадачились. То есть после ARHO-форума мы начали усиленно разрабатывать ARHO-платформу, которая бы смогла эти вопросы для нас всех разрешить. Вот, и поехали тогда по порядку. Содержание нашей презентации сегодня, 8 пунктов мы затронем. Я надеюсь, что мы уложимся в часик и оставим немножко время для вопросов и ответов. Вот, немножко поговорим про актуальность духовного бизнеса, вообще, что это, зачем, зачем это нужно. Вместе с этим я представлюсь, почему, расскажу, почему для меня это актуально. Актуально. Посмотрим эволюцию бизнес-моделей в мире, да, глобальные тенденции. Дальше посмотрим духовную бизнес-модель ARHO, вообще в чем ее преимущество и чем она отличается, да, зачем она нужна. Вот, и дальше представим саму платформу непосредственно, пробежимся по функционалу, что в этой платформе можно будет делать и перейдем к клубу. То есть расскажем про клуб, для чего этот клуб, для кого, как в него можно будет попасть. Вот, и после этого поговорим зачем, какую ценность все это несет, зачем мне, вам и любым другим людям участвовать вообще в этом проекте, как бы зачем заходить в эту платформу, в клуб и так далее. Вот, потом перейдем к самому интересному. Самое интересное мы оставили на сладкое. Это абсолютно уникальный, друзья, уникальный курс, который мы сегодня презентуем. Вот, аналогов такого курса не было у нас в России. Вот, это курс высочайшего уровня, но об этом немножко попозже мы поговорим. Вот, и поговорим немножечко, послушаем какие вопросы у вас будут и попытаемся на них ответить. Немножко обо мне. Михаил Семаков, бизнес-коуч, консультант. Вот, я являюсь генеральным директором представительства итальянской компании в России, отвечаю за Россию и Среднюю Азию. На сегодняшний момент оборот компании больше двух миллиардов рублей. Вот, поэтому бизнес-тематика, как бы, то есть это моя. 18 лет я уже занимаюсь построением, развитием бизнеса, как бы, многие вопросы, связанные, как бы, на стыке духовности и предпринимательства, как бы, это вот такая моя боль. Об этом немножко попозже поговорим. Да, вот, правильное второе мое увлечение, кроме бизнеса, это духовное развитие. Вот, я веду канал, называется «Духовный бизнес» на YouTube. Вот, помогаю в развитии арт-проекта в России. Вот, пять лет серьезно занимаюсь духовной практикой, у меня есть духовный учитель. Вот, и постоянно образовываюсь, сейчас прохожу образование по бакте Вайбхаве. Вот, основная проблема, лично моя, которой я хотел бы поделиться, это, что на сегодняшний момент есть духовное знание и духовные учителя, которые находятся в одном месте. И, с другой стороны, как бы, есть бизнес-среда, бизнес-образование. Вот, и такое ощущение, что вот это два абсолютно разных мира. То есть, один мир полностью духовный, другой мир полностью материальный. Да, с одной стороны, есть духовные практики учителя, а с другой стороны, есть в бизнесе совсем другие авторитеты. И, как вот эти два мира совместить, очень долгое время для меня было совсем непонятно. Вот, и большая благодарность Сагру Свами Хараджу, вот, за то, что познакомил, как раз, с Радхой Геридхари, с проектом Архо-Форума. Вот, я лично для себя достаточно долго искал такую возможность, такое соединение, чтобы было с одной стороны и духовное развитие, и с другой стороны материальное развитие, для того, чтобы можно было реализовать свою природу. Я думаю, что вы, так же, как и я, то есть, раз уж здесь собрались на духовном предпринимательском форуме, так скажем, да, тоже обладаете бизнес-природой, бизнес-настроением, скажем так, да, то есть, и хотели бы тоже эту природу свою реализовать для того, чтобы развиваться гармонично в своей жизни. Вот, и хотелось бы, чтобы эти два мира, они, наконец-то, объединились, чтобы духовное развитие, оно находило свою практическую реализацию в материальном мире, в бизнесе, да, чтобы, развиваясь духовно, это знание можно было запускать в практику, в бизнес, и бизнес от этого развивался. А плоды, которые дает бизнес, можно было бы вовлекать в духовное развитие, и, соответственно, давать толчок, как бы выходить на новый уровень в бизнесе. Вот, именно об этом мы сегодня и поговорим. Именно для этого служит вот эта арха-платформа, на которой мы сегодня презентуем. Именно на этой платформе, с нашей точки зрения, можно будет осуществить все эти задачи, да, где будет и объединение с, не только с духовными людьми, но именно с бизнес-практиками. То есть это соединение высокого уровня духовного, как Радха Гиридхари Прабу, и в то же время он является учредителем огромного фонда с капитализацией с 85 миллионов долларов, да, с 14 компаний, в которые они инвестировали. Суммарным оборотом более 600 миллионов долларов, то есть это высочайший уровень предпринимательства. И вот с такими личностями соприкоснуться, это дорого стоит. Мы знаем, что развитие, оно всегда связано, тесно связано с наставничеством, с учителями. Вот, и как только мы находим таких людей, как только мы им предаемся, начинаем брать с них пример, у нас есть возможность развиваться, то есть у нас есть возможность к ним тянуться и воплощать все это в нашу жизнь. Вот, и хочу отметить еще про время, в котором мы сейчас находимся. Мы знаем, что мы находимся в начале Кали-юги, да, 400 тысяч лет, первые 5 тысяч мы уже прожили, вот, и мы помним, что есть предсказание, да, что первые 10 тысяч лет Кали-юги – это золотой век, да, и в золотой век будет подъем духовного развития. Именно этому мы сейчас находим подтверждение, и доказательства в мире. То есть на сегодняшний момент огромное количество в западном мире, я имею в виду, да, огромное количество вегетарианцев, веганов, огромное количество движений, которые пропагандируют охрану окружающей среды и так далее, огромное количество приложений и различных программ для духовного роста, да, и тысячи уже, десятки тысяч, сотни, даже миллионы людей скачивают эти предложения, приложения и начинают самостоятельно медитировать, начинают соприкасаться с учителями, а люди, которые вводят в рынок эти приложения, эти инструменты, с одной стороны они осуществляют миссию духовное, они распространяют духовное знание, а с другой стороны они становятся долларами-миллионерами, собирая, собирая огромное, огромное, огромное количество денег, да, и привлекая их к служению, обслужению Господу. Вот именно по этому пути, как бы, мы и хотели бы пойти, именно для этого и нацелена эта программа. Вот, и в соответствии с вот этим бумом, вот этой вот тенденцией в мире, то же самое происходит и в бизнес-среде. Сейчас, секундочку, следующий слайд. Вот здесь мы посмотрим, есть такая система, которая называется ESG. ESG, она состоит, это аббревиатура из трех букв английских, который состоит из трех сфер. То есть, первая это экономическая, социальная и третья это управление. И посередине на соединении этих трех сфер рождается устойчивый бизнес, либо в английской версии ESG, он называется, либо еще стейбл-бизнес-команда. Вот, и в 2015 году была принята резолюция ООН на эту тему, и в ООН были приняты 17 целей вот этого ESG-бизнеса, да, который, в принципе, закрывает, так скажем, показывает некую такую верхушку на морально-нравственное, наверное, развитие материального общества. Давайте вот так, пока мы в духовную сторону идем, но для материального общества, как бы, то есть, это уже очень высокий уровень и стандарт, который они задали для компании именно. То есть, компании — это именно бизнес-стандарт. ESG — бизнес-сертификация, которая позволяет компаниям вносить свой вклад в сообщество. Вот эти 17 целей, они достаточно полные, они включают в себя ликвидацию нищеты, ликвидацию голода и чистую воду, санитарию, инфраструктуру инноваций, сокращение неравенства, сохранение экосистемы, море, суши и так далее. То есть, они устанавливают такой некий стандарт. Вот, и начиная с 2015 года, как бы, этот тренд, он нарастает все больше и больше. Так, и вот я вижу сообщение от Сагра с вами, да, что вот он готов. Были вопросы, будет ли он участвовать сегодня? Да, он будет участвовать немножко попозже, тогда после презентации. Да, мы его тоже дадим ему слово, он тоже несколько слов скажет на эту тему. Хорошо, спасибо вам. Вот, таким образом, мы видим, что есть сейчас бум ESG, вот этот вот тренд. Мы видим, что за последние три года, начиная с 2019 по 2021 год, огромное количество людей начинает инвестировать в именно компании, связанные с ESG, с устойчивым бизнес-моделью. Вот мы видим на вот этом графике, что компания из эшелона акции «Греха», то есть сюда в акции «Греха», как бы это устойчивое выражение, на самом деле, уже на сегодняшнем рынке. В акции «Греха» входят компании, которые связаны с производством табака, алкоголя, оружия, как бы и так далее, таких неполезных веществ. Вот, и мы видим, что акции таких компаний за последние три года, они очень сильно снижаются. И в то же время акции компаний, которые сертифицировались по ESG, они, наоборот, возрастают. Вот, и существует даже статистика, то есть если в 2011 году всего 17% инвесторов вкладывались в компании, сертифицированные по ESG, то в 2020-м это уже 49-50% инвесторов, они ищут компании именно экологичные, как бы именно те компании, которые соблюдают вот эти морально-нравственные нормы. То есть людям не все равно, в чем участвовать, не все равно, куда отдавать свою энергию, не все равно, куда вкладывать свои деньги. Вот, существуют также уже научные исследования на тему ESG, да, где школа бизнеса в Швейцарске провела исследование, и они научно подтвердили связь между волатильностью, ростом акции и сертификацией по ESG. То есть они доказали, что компании, которые занимаются вкладом в социальное развитие, в морально-нравственные нормы, то есть они растут гораздо быстрее. То есть это гораздо более стабильная и устойчивая компания. И они растут гораздо быстрее. То есть все это приносит позитивные плоды. Вот, и таким образом мы поговорим немножечко про эволюцию. На самом деле, как бы, то есть ESG, казалось бы, для многих, может быть, кто не в курсе этого вопроса, что это уже некий, как бы, высокий стандарт. Но этот высокий стандарт, он познается в сравнении. То есть он высокий стандарт по сравнению с обычным бизнесом. Вот, мы провели небольшое исследование и выделили несколько компаний, как бы разделили их по мере эволюции. То есть и здесь мы видим, что... И разделили также по уровню. То есть это культура, управление, польза общества, благотворительность, экономическая модель. То есть это пирамида, которая входит в артха форум, то есть в артха модель. О ней мы поговорим немножечко попозже. Вот, а пока мы на основе этой модели просто промониторим эти рынки, эти компании. Вот, и первый уровень, это обычный бизнес, бизнес в невежестве. И мы видим таким образом, что культура таких компаний в невежестве, она очень эгоистичная. В центре всегда личные интересы и в центре неудовлетворенность таких компаний, да, неудовлетворенность участников. То есть они что-то делают не из любви, не из желания подарить какое-то благо миру, они делают что-то для того, чтобы удовлетворить свои корыстные интересы, либо уйти от страха, либо воплотить какие-то другие вещи. Вот, на уровне управления это автократия, как правило. Польза общества нулевая, то есть это эксплуатация, то есть они вредят обществу на самом деле. Они используют ресурсы, не отдают ничего взамен. На уровне благотворительности нет имиджа, имидж таких компаний, он отталкивающий. Вот, и на уровне экономической модели, то есть они целиком заточены только под изучение прибыли. То есть они не платят своим сотрудникам нормальную зарплату, как бы они делают свой бизнес как раз на разнице между покупкой времени сотрудников, да, и подажей результатов. То есть они берут, покупают время сотрудников дешево, реализуют результаты и эту разницу кладут себе в карман. Таким образом, это краткосрочная перспектива на самом деле. Вот, и следующий уровень это как раз ESG, то, о чем мы говорили, это бизнес в страсти. Бизнес в страсти. И здесь мы видим, что здесь появляется корпоративное правило, личное командное превосходство. На уровне управления оно смешанное, экспертное, уже удаётся предпочтение имиджу. Такие компании понимают, что имидж имеет огромное значение, то есть они начинают вкладываться в него. На уровне пользы общества – это экологическое потребление, сдержанное, скажем так. То есть мы не вредим, но не приносим пользу, но мы и не вредим. На уровне благотворительности – это спонтанная благотворительность для поддержания имиджа в большей степени. Вот, экономическая модель, как бы она, ну, такая переходная, скажем так. То есть, с одной стороны, прибыль-лимидж, с другой стороны, как бы, то есть уже KPI – это не было зарплаты для сотрудников. Вот, и так далее. Вот, и следующий уровень… Секундочку. Следующий уровень – это импакт компании. Импакт – это следующий уровень развития ESG-модели. Импакт переводится как «вклад». Это уровень компании в благости. То есть, когда компания уже думает не только о себе, не только об экологичности, когда компания думает о том, какой импакт, какое благо принести в мир. И здесь мы видим, что миссия, она меняется, она становится… Она вообще появляется, потому что до этого миссии не было. То есть, она становится ориентированной на пользу общества и на удовлетворение, как бы, людей вокруг. В большей степени на этом уровне идет речь о материальном развитии. Вот. На следующем уровне управление – это экспертно-коррегиальное, уже доверительное. То есть, люди видят, что компания преследует благие начинания, то есть, и стараются этой компании помогать. И люди хотят работать с такой компанией, и партнеры хотят работать с этими клиентами. И клиенты начинают покупать именно продукты. И мы знаем, что есть сейчас такой тренд, да, когда ты делаешь какую-то покупку, и компания из твоих денег жертвует какую-то определенную часть денег. То есть, это и на имидж влияет, они таким образом делают некое служение и привлекают клиентов. Потому что люди хотят себя чувствовать частью какого-то большого дела, давать свои деньги. Вот. Потом есть также помощь слабым. Они предоустраивают себя на работу инвалидов и незащищенные слои населения, стариков и так далее, заботятся о них и так далее. Появляется системная благотворительность, появляется другая система мотивации. То есть, такие компании для своих сотрудников, они становятся очень качественными и очень хорошими. То есть, они готовы давать процент с прибыли, они думают уже о долгосрочной перспективе. Вот. Но. Но. Это такой экскурт был до уровня благости. Но мы, как духовные предприниматели, знаем, что уровень благости все не ограничивается. Да. Что уровень благости – это такая же платформа, причем шаткая, с которой можно и свалиться вниз. Ну вот. И поэтому мы презентуем сегодня как раз ARTHA-платформу. То есть, и ARTHA-платформа, ARTHA-модель бизнеса – это как раз модель бизнеса уже непосредственно в благости. Вот. И мы видим, в чем отличается. То есть, по уровням немножко пробежимся. То есть, здесь миссия переходит уже в духовную миссию, во всеобщее развитие и счастье. То есть, когда бизнес не ограничивается пониманием только материальной платформы, материальной концепции, а когда бизнес думает уже комплексно и о материальной, и о духовной. То есть, какой высшей цели ведут эти мечтания. То есть, что стоит за этим бизнесом. Каким образом с помощью этого бизнеса будет духовно развиваться и сам собственник, и люди, которые помогают развивать этой компании, и клиенты, и все те, которые с ней соприкасаются. Вот это духовная миссия, вот это духовный бизнес. Вот. На следующем уровне – это коллегиально децентрализованное управление. Вот. И оно немножко, конечно, отличается, да. То есть, мы знаем, что были разные этапы. Потому что была Сати-юга и были другие юги. И путь управления компанией, путь управления, скажем так, царством, где в Древней Индии управляли Махараджи единолично. Вот. Мы знаем, что этот принцип, он не подходит уже для Кали-юги, да. Что эволюция, как бы, деградация, как бы, то есть, она до такого образа проникла, как бы, да. То есть, в Кали-югу, что такие люди, такие личности, они становятся коррумпированы. То есть, они коррумпируют власть. Вот. И в то же время в Сати-югу мы знаем, что там было огромное количество людей, как бы, очень развитых, которые занимались духовной практикой. То есть, это, как бы, такая нейромодель, как бы, которая могла, сообща, принимать решения и вместе управлять миром в том направлении, в котором он идет. Вот. И здесь в наше время, как бы, то есть, по духовной бизнес-модели тоже возможно такое управление. Следующее – это объединение во всеобщем процветании. То есть, это деятельность, направленная также не как, не только как в благости на материальное развитие, но и направленная на всеобщее процветание духовное, да, что за этим стоит, какой духовный уровень. Вот. На следующем уровне в арт-хай модели – это система для духовного роста и личного развития, да. То есть, мы не только жертвуем деньги, но мы затачиваем всю свою деятельность, как продолжение нашей духовной миссии, как продолжение духовной практики. Все то, что мы делаем у себя в компании, все то, что мы делаем со своими партнерами, те продукты, которые мы производим для конечного пользователя, мы производим их как служение обществу, служение Господу, да, и как духовный вклад. Именно это отличает этот бизнес. Вот. И на уровне, соответственно, экономической модели, то есть, это уже всеобщее процветание и процент прибыли, доли в бизнесе для сотрудников. Таким образом. Вот. И вот это в двух словах модель арт-хай бизнеса, которую мы считаем необходимым внедрять, которая, с нашей точки зрения, так нужна сейчас в нашем современном мире. Вот. И которую так сложно внедрить даже продвинутым духовным предпринимателям, да, которые развиваются духовно. То есть, не развиваются духовно, мы развиваемся духовно. Я сейчас в первую очередь говорю о себе. Но у нас нет знаний, нет понимания, как вот эти три уровня прошить вот эту духовность, то есть, как выстроить отношения с сотрудниками правильно, да, как нанимать правильных сотрудников, вот, как их мотивировать правильно, как правильно строить маркетинг такой компании, как правильно организовывать свои отношения с субподрядчиками, с подрядчиками, с клиентами, да, Каким образом все это должно выглядеть. И вот именно в этом наша задача, именно в этом наша миссия. Миссия платформы ARTHA – это как раз создание новой экономики всеобщего процветания и духовного развития. Именно в эту миссию мы вас сегодня и приглашаем. Именно для этой миссии мы разработали вот эту вот платформу, на которой хотим всех вас объединить, чтобы мы совместными усилиями могли создать эту самую духовную экономику. Чтобы мы с помощью вот этих вот инструментов смогли из теоретической, из духовной области перенести все эти вещи в практическую область. Перенести в конкретный бизнес. Вместе разработать институт как раз инвесторов, институт стартап-фаундеров, которые делают духовные стартапы, за которыми стоят духовные продукты, духовное благо. А предприниматели, инвесторы, инвестируя в такие стартапы, тоже развиваются духовные. Потому что импакт, то есть выход этих продуктов, он сеет благо для всех, не только материально, еще и духовное. Поэтому ARTHA платформа – это IT-платформа, на которой, соответственно, мы можем с друг другом соединиться, на которой мы можем друг друга найти. Цели проекта, немножечко по целям проекта, что мы преследуем. То есть мы хотим объединить вокруг общей цели все конфессиональные, вокруг общей все конфессиональные миссии. Несколько слов об этом. Духовный уровень, как говорил Суэлку Упада, это тот уровень, который может объединить всех людей вне зависимости от их конфессии. То есть конфессии и традиции, они существуют только на материальном уровне, который различает цвет кожи, рост людей, национальность, религию и так далее. На духовной платформе не существует этих условностей. И мы бы хотели видеть в проекте именно межконфессиональный диалог, чтобы на него приходили люди из разных традиций. И совершенно не важно, как разные люди называют Бога какими именами. Если они имеют в виду как бы создателя единственного, который сотворил, создал всех нас и этот мир, то какая разница, как они его называют. Это значит, что у нас одни и те же принципы, значит, у нас стоит за этим одно и то же понимание. И правда ли неудивительно, что предмет математика называется математикой? Но учебники по этой математике, они разные. На первом классе это один учебник, то есть он называет, обозначает, считает все в яблоках и грушах. На пятом классе это другой учебник. А в университете это высшая математика, которая мало похожа на то, с чем связаны учебники первого класса, пятого и так далее. Вот здесь такая же история. Каждая традиция, каждый человек находит тот уровень, на котором мы находимся. И мы не видим оснований, почему бы этих людей не пускать к нам в это общество. Если одна цель, одно понимание, то мы можем объединиться и нести вот это дело, духовного предпринимательства в мир вместе, развивать эту систему и давать людям вот это вот благо, развивать продукты, направленные на духовное развитие. Вот следующая цель это привлечение и отбор потенциальных арт-бизнесменов. То есть среди всех людей мы хотим найти людей, духовных искателей, которым интересна эта тема, и хотим объединить их в одном месте, в наш клуб, вот эту вот платформу. Мы хотим их обучить арт-хай модели бизнеса, то, о чем мы сейчас говорим. Мы хотим помочь им в развитии бизнеса, мы хотим объединить арт-бизнесменов в сообщество дружное, где можно будет устанавливать системную благотворительность, развиваться вместе. И, соответственно, мы хотим распространить эту модель бизнеса по всему миру, чтобы это была международная организация. Мы знаем, что арт-форум сам по себе это международный форум. И уже порядка 19 форумов было проведено по разным странам мира, и в Силиконовой долине, и в Эмиратах, и в Сингапуре, и в Индии, и в России уже, и в Англии, и так далее. И мы хотим, чтобы это набирало обороты. Но за этим всем, чтобы это был не только форум, но это была и платформа, это было сообщество, это был клуб международных бизнесменов преданных, которые могли бы вместе предаваться ради духовного развития, которые могли бы ставить на первое место не свои собственные интересы, а интересы духовные всего мира, и таким образом служить вместе Господу и развить общество. И теперь несколько, мы переходим к платформе. Прошу прощения, немножечко, может быть, заценивался с вступлением, но вот сейчас как раз мы добрались до платформы, вот это вот она и есть. Вот таким образом она выглядит, когда вы сегодня после нашей встречи пойдете и начнете там регистрироваться, вот именно эти разделы этой платформы вы увидите. То есть есть главная страница, есть события и мероприятия, которые мы будем анонсировать, есть сообщество, есть бизнес-школа, есть бизнес-клуб и есть мой профиль. Да, мой профиль, да, соответственно, который вы сами создаете, и вы показываете этому сообществу предпринимателей себя в том свете, в котором вы хотите. Вот таким образом выглядит профиль на моем примере. То есть здесь две основные вещи. Можно написать о себе и можно прикрепить сюда свои проекты. Вот. Вы указываете максимально подробно всю информацию о себе, чем вы занимаетесь, какие у вас есть проекты. Оставляете почту и телефон, причем, должен сказать, что почта и телефон будут видны только вам самим. Другие люди смогут видеть только ваш Телеграм. Поэтому не забудьте после презентации сюда включить свой Телеграм, чтобы люди смогли с вами связываться. То есть напротив вашей иконки будет такая синенькая кнопочка с надписью Телеграм, и можно будет на нее кликнуть и, соответственно, связаться с этим человеком. Также сюда вы можете прикрепить свой проект, то, чем вы занимаетесь, для того, чтобы люди могли узнать, поучаствовать каким-то выбором в вашем проекте, посмотреть, связаться с вами, сказать, «Эй, ты делаешь классный проект, интересно, что мы можем запартнериться, давай, может, как-то тебе поможем» и так далее. И теперь несколько слов о самом сообществе и кто сюда в этой платформе может зарегистрироваться. Мы приняли для себя две ступени. С одной стороны, клуб духовных предпринимателей и бизнесменов, он только для бизнесменов и предпринимателей. То есть для людей, которые уже обладают бизнесом, уже обладают людьми в подчинении. Но с другой стороны, нам было очень жалко не предоставить возможности объединения для всех остальных. Для людей, которые только хотят, у которых есть природа, которые только хотят, но еще, может быть, не реализовались на этом направлении. И мы очень сильно не хотели этих людей обрубать и не давать им возможности войти. Поэтому у нас здесь есть два шага. Первый – это платформа, на которой помимо бизнесменов, инвесторов и стартап-фаундеров могут зарегистрироваться лидеры благотворительных проектов и представить таким образом свой благотворительный проект для бизнес-общества, для духовных людей, которые впоследствии могут этот проект поддерживать, волонтерить в нем. Или каким-то другим образом принимать участие. И также есть формат для деловых людей. То есть для тех людей, которые пока работают где-то в компании, на наемной работе. Но у них уже есть желание, уже есть понимание, как бы, либо стартануть свой бизнес, либо они будут высокого уровня руководителями и топ-менеджерами компании в будущем. У них есть такое желание. Они хотят найти знания, хотят общения и хотят развиваться в этом направлении. Поэтому мы даем возможность всем этим людям, всем вам, зарегистрироваться на этой платформе и находить друг друга, общаться с друг другом. Таким образом вы создаете свой профиль и потом под вкладкой «Сообщество» вы находите друг друга вот такими вот иконками, по которым можно будет просматривать профиль, профиль и связаться. Также здесь есть фильтр, видите, в этом фильтре, где статус, да, первое, выпадающее меню, вы можете отсортировать. То есть вы можете отсортировать, найти только стартап-фаундеров для того, чтобы посмотреть, кто какие стартапы делает, да, там, может быть, партнеры себе найти или еще что-то. Можете найти предпринимателей, инвесторов, благотворителей, волонтеров, да, и деловых людей. На более поздней, как бы, вариации вот этой вот платформы, пока мы представляем вам MVP этого проекта, да, то есть это платформа с минимальным функционалом. То есть здесь все по минимуму. Поэтому, когда придете, пожалуйста, не судите строго. Это все то, что нам удалось сделать за вот эти два месяца, которые были с момента первого нашего форума и до сегодняшнего момента. Вот, поэтому не судите нас за это строго, да. Если будут какие-то предложения, пожалуйста, можете в Telegram-канале, в Telegram-чате, соответственно, нам писать, да, предлагать какие-то вещи. А по ходу мы, соответственно, этот функционал будем докручивать и будем его улучшать. Таким образом, чтобы можно было искать тоже по анкетам, можно было устраиваться волонтерам различные проекты, то есть в различные проекты можно было подавать заявку, да, то есть таким образом проекты смогут искать себе волонтеров благотворительные, вот. А компании смогут себе искать сотрудников, да, сотрудники могут видеть здесь, золовые люди могут видеть компании, которые заточены партнер-модели, да, в которых очень благоприятно работать. Если сейчас, может быть, они работают в обычном кармическом бизнесе каком-то, да, который, где они видят, не учитывают каких-то интересов, да, от морально-нравственных, духовных и так далее, то они могут найти себе компанию единомышленников, духовных людей, куда они могут перейти с помощью этой платформы найти эти варианты. Вот все это у нас в проекте, все это будет доступно на следующих этапах реализации этой платформы, вот. И следующая вкладка – это бизнес-школа, бизнес-школа, которая, соответственно, даст вот это необходимое знание всем людям, которые будут приходить вот в эту платформу, в этот клуб. И сегодня уникальный момент, мы презентуем как раз уникальный первый курс, вот, который будет вести Сагар Свами, и который будет вести Радхагиридхари Прабу, который называется Артхай Модель. И об этом уникальном курсе мы поговорим немножечко попозже, вот. Пока помимо него в платформе планируются следующие курсы, это как раз, это следующее направление, даже не только курсы, а направление, скорее всего, несколько курсов. Это специальные курсы по запуску стартапов для тех людей, которые хотят начать свой бизнес. Потому что, получив обратную связь, после Артхай Форума, мы увидели, что очень много у людей запросов на инвестиции в бизнес, но нет конкретного бизнес-плана, и нет понимания, как составить правильный план, нет понимания, как создать презентацию, да, как делать питч, как бы, то есть выступление на инвесторов, вообще, как искать инвесторов. Вот этих вещей всего нет. И мы собираемся, соответственно, заполнить эту нишу, то есть дать именно вот это вот образование, которое можно будет пройти не на обычном, как бы, материальном, так скажем, знании, как бы еще и с духовным пониманием, как бы, этих вещей. Вот. Плюс курсы и область знания по улучшению бизнес-моделей, да, то есть это для текущих бизнесменов и предпринимателей, которые уже работают, которые просто хотят заточить, переточить ту модель, на которой они сейчас работают. Да, с учетом вот этих вот знаний для того, чтобы сделать свою бизнес-модель максимально эффективной и далее, чтобы эту модель можно было уже масштабировать. Вот. Соответственно, курсы и отсек знаний по масштабированию бизнеса и инвестициям. То есть для духовных инвесторов, которые приходят на нашу платформу, в клуб, они с нами объединяются, то есть у них есть возможность также взять вот это вот знание, вот этот вот опыт таких реализованных инвесторов, да, как Радхи Герихари пробует, другие международные известные инвесторы, да, у которых есть уже опыт. Да, мы помним, что Радхи Герихари рассказывал, что процент неудач в его инвестиционном бизнесе, он стремится к нулю. То есть 14 проектов, которые они запустили, они все были успешными. Это нонсенс для обычного бизнеса, для обычного кармического инвестирования, вот, не духовного. Но благодаря, как бы, вот этой модели, то есть они инвестируют таким образом, что Господь дает им возможности всегда быть успешными. Вот, и именно в этом секрет вот этого Артха модели, с которой мы знакомим. И именно об этом будет знание для инвесторов в инвестиционном блоге. Вот, и следующее, это бизнес-клуб, да, это как раз вот вторая ступень. То есть мы говорили, что если первая ступень, она для всех, то вторая ступень, бизнес-клуб, он совсем не для всех, да. То есть это только для реальных бизнесменов и предпринимателей, для того, чтобы вместе делать уже по-настоящему крутые и крупные проекты, да. И здесь существует ценз, то есть мы обязательно будем сортировать людей, да, проводить с ними собеседование на предмет того, как бы, то есть, ну, насколько они удовлетворяют цели и миссии нашего сообщества. Вот, есть несколько критериев. То есть первый из них, это бизнесмен с опытом в бизнесе от трех лет. Это минимальные условия. Второе, это запрет на бизнес, связанный с алкоголем, табаком, мясом, азартными играми, спекуляциями и так далее. Третье, это прохождение курса по бизнес-модели Артха, и это обязательные условия. То есть для того, чтобы попасть в клуб, для того, чтобы нам быть на одной платформе, мы должны обладать определенным стандартным знанием, мы должны находиться на определенной платформе. Таким же образом, когда мы контактируем в этом сообществе, да, мы говорим какие-то вещи, мы ожидаем уже определенного уровня этих людей, развития и в бизнесе, как бы, и духовного развития. Поэтому это необходимая необходимость для того, чтобы создать именно вот эту вот семейную атмосферу вот этого клуба, да, такую родную, скажем так, да, то есть мы должны разделять одни ценности и находиться на одном уровне миссии. Поэтому здесь обязательное условие – это принятие миссии проекта Артха Форума, вот, готовность занимать активную позицию, то есть не только искать себе менторов, да, крутых таких, как Ратхагерит Харри, правда, или как Сагар Свами, да, но и в то же время вкладываться в различные разборы бизнеса с равными, да, проводить сессии, да, когда разбираются различные бизнес-ситуации, как бы и вкладываться на равных, плюс помогать младшим, да, то есть если мы видим, что кто-то тянется с вами, контактирует и просит дать какую-то информацию, помочь в какой-то области, если вы являетесь экспертом, не отказывать этим людям, быть готовым помочь, потому что этот клуб – это как семья, это как семья, где старшие делятся с младшими, они заботятся о них, а младшие уважают старших и также делают все от них возможное для того, чтобы им служить, для того, чтобы помогать, вот. И деятельность обязательно направлена на развитие и процветание людей, где мы объединяем духовные деятельности, завязываем и своих сотрудников, и клиентов, и партнеров, и команду всю свою, да, и все это действует на уровне материального и духовного развития по всем этим направлениям, вот. И, безусловно, обязательным требованием является принятие богоцентрической модели мироздания, да, мы должны быть все с одним уровнем понимания. Вот, и таким образом, для кого эта модель? То есть мы немножечко теперь поговорим в этом списке про… Перед тем, как мы перейдем непосредственно к презентации курса, который необходимо будет пройти, перед тем, как вступить в это бизнес-сообщество, мы поговорим, какое благо приносит вот эта вот платформа людям, то есть что можно будет для себя найти предпринимателям и топ-менеджерам, инвесторам и стартап-фаундерам, то есть мы разделили, как бы, вот эти вот категории, вот, и выделили преимущества для всех. Вот, а я тогда попрошу помощников, тогда после вот этого блока, перед обучением, перед презентацией курса, тогда, пожалуйста, Сагра с вами найдите в общем чате, вот, и микрофон ему включите, да, чтобы он мог тоже после этого блока выступить, тоже пару слов сказать. Соответственно, ценность, которую несет эта платформа, что вы здесь найдете, почему вам необходимо вообще в нее вступать, что она вам даст такого, чего вы не можете найти в другом месте. И мы начинаем, мы видим вот эту вот пирамиду, это некая форма, некая структура как раз вот арт-хед-бизнес-модели, да, по которой мы будем идти, по которой мы строим образование, курсы и так далее. Вот и начинается она, то есть мы видим, что здесь вверху стоит миссия, и из миссии, как бы, то есть выходит все остальное. То есть миссия определяет величину треугольника, миссия увеличивает ее или уменьшает, вот, и именно миссия определяет все остальное. То есть миссия спускается на уровень знания, потом на уровень объединения, потом на уровень благотворительности, и только после этого приходит экономическое процветание. Потому что в сегодняшнем бизнес-мире принято понимать, как бы люди гоняются за экономическим процветанием, не понимая, что экономическое процветание приходит естественно. За экономическим процветанием не нужно гоняться. Это естественное следствие вот этой правильной пирамиды. Если у тебя есть миссия, у тебя появляется знание. Если у тебя есть знания, ты объединяешься с теми людьми, с которыми можно воплощать это знание. Если у тебя есть объединение с людьми, вы вместе хотите что-то делать стоящее, а иначе зачем вообще жить в этом мире нужно? Зачем мы тогда все родились? И тогда вы, естественно, начинаете заниматься благотворительностью. Отдавать деньги, строить какие-то проекты, помогать своим временем, знаниям и так далее. Все это благотворительность. И как следствие, мир отдает вам плоды ваших вливаний, то, что вы в него вкачиваете. Вы получаете экономическое процветание абсолютно естественно. Это тот секрет, которого не знают многие люди. Те люди, которые отдают миллионы рублей и долларов за образование бизнеса. Они не могут понять вот этой простой вещи. Они уходят в сложные системы, профессиональные какие-то, маркетинги и так далее. Пытаются обмануть своих потребителей, не понимая простой-простоей вещи. Вот и таким образом на уровне экономического процветания платформа вам даст, бизнесменам она даст привлечение инвестиций, партнеров, экспертизы и сотрудников в свой бизнес. То есть это то, что можно будет найти на этой платформе, на этом уровне. На уровне инвестора, инвесторам она даст прорывные проекты от духовно-ориентированных фаундеров, воспринимающих стартап как продолжение миссии. Как сложно найти, куда вложить свои деньги, чтобы люди были с правильным настроением, чтобы они это делали не ради собственного богатства и узурпации мира, а для того, чтобы делать какое-то благо. С вами тогда я вижу сообщение от команды. Пожалуйста, поднимите руку, ладно, чтобы вас в общем чате нашли помощники, могли вам микрофон включить. Вот, и третье для стартап-фаундеров, для людей, которые хотят стартануть свой бизнес, это привлечение миссии ориентированных инвесторов, партнеров и сотрудников, разделяющих общие ценности и желание менять мир к лучшему. Как же важно, то есть мы знаем, да, даже есть советская пословица, с кем победешься, от кого и наберешься. И как можно стартовать бизнес с людьми, как бы, у которых совсем другие интересы, у которых совсем другие цели стоят. То есть это же будет как лебедь, рак и щука. Ни к чему хорошему, кроме конфликтов, это не привезет. И платформа – это уникальное место, где стартап-фаундер, бизнесмен, который стартует свое дело, может найти не только себе партнера, который будет готов вкладывать туда свои знания и деньги, и время, а сможет найти еще и людей, которые готовы будут вкладывать туда свои инвестиции, которые вложат в это свои деньги, да, и свой опыт. Вот, это именно то, о чем это. На уровне благотворительности для бизнесменов проверенные проекты и помощи человеку, обществу, миру в одном месте. Возможность помогать финансами лично. Да, мы знаем, что не всегда сложно, не всегда просто, как бы, понять вообще, вот, ну, надо, там, заниматься благотворительностью, надо кому-то помогать. А как, кому, как бы, зачем, какое у них настроение, не всегда понятно. То есть и отдаешь деньги, как бы, и непонятно, они пойдут на благое дело или нет. Вот на платформе будет некий ценз, да, то есть вы будете понимать, что если они в клубе эти люди, да, то им можно доверять. Что если проекты сертифицированы в платформе, как бы, то это стоящие проекты, значит, за ними стоит что-то серьезное, и можно этому доверяться. Вот, также для инвесторов это системная благотворительность, позволяющая вносить свой вклад в мир, получать благословение и духовное, и финансовое развитие. Вот, также делиться своими навыками, своими финансами, консультировать людей, потому что все это является тоже благотворительностью. Использовать свои профессиональные навыки, вот, не просто деньги кому-то дать, а кому-то помочь. Да, пройти весь этот путь, который, может быть, вы уже прошли, да, людям это нужно. Это самая настоящая благотворительность, и она иногда ценнее, чем просто дать деньги. Мы знаем эту притчу про человека, да, который просил рыбу, как бы, а ему вместо этого дали удочку. Вот это самое лучшее, что мы можем сделать, дать знание людям, дать видение. Вот, и третье для стартап-фаундеров это проверенные проекты. Проверенные проекты, помощь человеку, обществу, миру в одном месте, возможность помогать финансами и так далее. Следующее, это объединение. На уровне объединения бизнесмены получают общение с инвесторами, крупными бизнесменами, экспертами, менторами, кучами и духовными учителями. То есть, все то, что нужно для профессионального развития, можно будет найти в одном месте, в одном сообществе. Для инвесторов, общение с крупными синдикантными инвесторами, обмен опытом информации и возможность совместного инвестирования. Вот, таким образом, можно инвестировать проекты вместе, создавать синдикаты, да, и синдикатные инвестировать. Таким образом, диверсифицировать рынок риски. Вот, и с этой точки зрения, это, ну, большое преимущество. Гораздо проще не вкладывать в стартап, допустим, какой-то 200 тысяч долларов, да, а разделить это с другими 10 инвесторами и вложить по на 20, по 10 тысяч долларов, там, или по 20, да. И вложить лучше 10 разных стартапов, диверсифицированных. Поэтому вот эта синдикатная инвестиция, как бы, да, то есть распределение вот этих рисков, это очень хорошая штука, и мы видим большое преимущество, большую возможность здесь. И для, с точки зрения стартап-фаундеров, общение с инвесторами, успешными бизнесменами и серийными предпринимателями, возможность привлечения соучредителей, экспертов и менторов в свой собственный бизнес. То есть здесь вы сможете найти и инвесторов, и бизнесменов, которые уже прошли этот путь, с которыми можно проконсультироваться, и экспертов, которые знают, как нужно работать в этом рынке. Да, также здесь же можете найти соучредителей, экспертов и менторов, с которыми вы можете идти дальше. На уровне знания для бизнесменов это курсы по модели арха бизнеса, развитию бизнес-модели, масштабированию бизнеса, совместные личные мастер-классы, менторы и коуч-сессии. Для инвесторов это профессиональные духовные знания, курсы по привлечению фондов, инвестиций, масштабированию бизнес-проектов. Все в одном месте. Для стартап-фаундеров это профессиональные духовные знания, курсы по поиску бизнеса по предназначению, то есть как заниматься бизнесом по предназначению, не бежать туда, куда все бегут, делать то непонятно что. Как запускать стартапы, привлекать инвестиции, масштабировать свой бизнес. И на уровне миссии, конечно же, это возможность стать частью миссии «Меняющий мир» и создающие наследие. Духовное развитие, гармонии и счастье в жизни. То есть это основные вещи, когда вот как цель, как то, куда мы идем, куда мы движемся, за всей этой деятельностью иногда кажется материалистической, чтобы стояла вот эта духовная цель. Тогда вся наша деятельность, она выходит на совсем другой духовный уровень, вот, мы тогда начинаем чувствовать гармонию, счастье, тогда нет противоречий, что здесь я иду в храм, да, или здесь я занимаюсь духовной деятельностью, а потом я занимаюсь на материальной деятельностью, кармической. Нет. Когда есть миссия, и когда из миссии истекает ваша профессиональная деятельность, все это преобразуется, все это становится духовной практикой, все это становится духовной деятельностью. Также возможность возвышенного общения и участия в общей миссии для духовного развития, внесения вклад в мир и создание гармоничной и счастливой жизни. А также миссия, определяющая цель жизни и дающая ориентир. И разум для профессионального развития ценностей и ориентиры для достижения цели в жизни. Вот это было несколько слов по тому благу, по тем ценностям, которые вы найдете для себя на этой платформе. Надеюсь, мне удалось немножечко вас заразить, заинтриговать. У вас нашло это некий отклик. Вот, и сейчас я предлагаю включить микрофон Сагар с вами, и мы надеемся, что он скажет нам несколько слов на пустой эту тему. Пожалуйста, Сагар с вами, можете подключиться. Я надеюсь, вы нашли уже, дали возможность микрофон включить. Да, я могу включить. Я уже включил микрофон, я мог бы включить и видео, в принципе. Давайте, я сейчас уберу трансляцию. Спасибо всем большое за то, что вы собрались. И спасибо Михаилу за организацию. Организаторы, международные организаторы Артка Форума и Радагиридаре Брабу и его непосредственный помощник. Это Шадбуш Гавранга Брабу, это генеральный директор Дойчбанка. Сейчас он базируется в Нью-Йорке. Они очень впечатлены именно энтузиазмом Михаила и его команды, то есть, ну, фактически Россия. Идет на первом месте сейчас по всему миру в плане энтузиазма для того, чтобы развивать платформу Артка и популяризовывать эту идею все шире. И я, конечно, буду рад поучаствовать в силу своих возможностей. Можно организаторам сказать, чтобы они дали мне возможность видео включить. Я могу и видео включить, хотя сейчас у меня еще даже не от 4 утра. Я в Нью-Йорке, но тем не менее. Можно видео включить. Я уже не в таком страшном виде. Вот. И, конечно же, я буду рад послужить. Подразумевается, что я буду фасилитатором курса, первого курса по тренингу, бизнес-тренингу. Конечно, очень интересно, что, ну, можно сказать, как монах, который бизнесом не занимается сам, может кого-то научить, как зарабатывать деньги. И, в принципе, это достаточно справедливое утверждение, что, да, может быть, я в свое время, конечно, у меня был опыт бизнеса еще до того, как я стал монахом. Вот. Но это было очень давно. Больше 30 лет назад. Но, тем не менее, у меня есть намного более ценное... Я прошу прощения, вы можете видео сами у себя включить? Да, уже можно, да, хорошо. Да, все. Есть возможность. Видео включить. Да, у меня есть намного более ценный опыт, как мне кажется. Это опыт того, как не терять деньги. И я могу сказать смело, что на протяжении последних почти 30 лет я не потерял вообще ни копейки. Вот. И мне кажется, что, ну, если научиться просто зарабатывать деньги, этого недостаточно, потому что, ну, столько людей, кто заработал, поднялся, и потом их эта волна скинула в них, и падение, оно всегда очень болезненно. Вот. Это все равно, что тебе приснилось, что ты там, я не знаю, очень возвышенная личность, а потом ты проснулся и обнаружил, что ты опять тот, кто есть. Вот. Снова вернуться туда же, откуда началось все. Вот. Поэтому это очень важно. Не просто зарабатывать, а еще и не растерять достигнутое. Конечно, мы будем говорить о зарабатывании так же, и в этом мне будут помогать те, кто очень хорошо зарабатывает. Вот. У меня есть связи с такими личностями, как Рады Гиридари Брабу и другими, как один из моих также хороших знакомых, не просто долларовый мультимиллионер, а миллиардер, Анила Гарвал или Анирутха, Брабу, который базируется в Лондоне и Бомбее. Он сказал, что для него самая впечатляющая модель духовного предпринимателя – это Шилоброва Пада. Это человек, который начал с 7 долларов, что в то время было 40 рупий, но фактически он, можете себе представить, с 500 рублями в кармане приехал на противоположную точку планеты на грузовом корабле. И за следующие 10 с небольшим лет посчитали, что он получил более 3 миллиардов долларов на духовную деятельность, потому что тот масштаб, который он у нас существует, требовал таких финансов. И мы будем также говорить об этом примере, о примере Шилоброва Пада как идеального духовного предпринимателя. И, конечно же, мы будем ориентироваться на эту модель, которую представил Михаил. И я буду пользоваться помощью тех, кто действительно очень-очень хорошо зарабатывает. И вы можете также быть связанными с этими личностями. То есть, как говорится в Махабхарате, Санга Шакти Калоу Йеге, что единственный источник силы в наш век – это объединение. Единомышленники, соратники и вот Аартха Форум предоставят вам такую возможность быть связанным с единомышленниками и соратниками. Я этим также буду активно пользоваться. То есть, мы будем проводить тренинговый курс, который позволит вам не просто узнать что-то теоретически, а воплотить это в жизни и получить и менторскую, и также поддержку, потому что прямо вот в течение курса мы будем организовывать это. Ну и буквально небольшой пример того, как и почему деньги не теряются. Потому что, ну, это очень необычно, да, не теряясь. Так говорят, что нам и так терять нечего. Но, глядишь, и это тоже отнимут. Вот. Еще не все потеряно, еще терять и терять. Сейчас я в Нью-Йорке, и по просьбе моих друзей, преданных, я, ну, они долго настаивали, что я все-таки должен прилететь на фестиваль. И я решил сделать им приятный сюрприз, купить билет и сказать, что вот я уже готов полететь. Купил билет, сказал, что вот все, я прилетаю такого-то числа. И организатор сказал, а это прямой билет или через Европу? Я сказал, да, это через Германию билет. И он схватился за голову, он сказал, надо его быстрее сдавать, потому что через Германию в Америку не пустят просто из-за ограничений по пандемии. Только напрямую через, из России лететь. Вот. А этот билет не сдаваемый, около 50 тысяч рублей. Вот. И я подумал, ну, ладно, что делать. Заплатил за очень хороший урок. То есть урок всего лишь из четырех слов, вот, стоит 50 тысяч, да. Он называется «Вначале думай, потом делай». Вот. Я уже, ну, так, достаточно спокойно к этому отнесся. Но организатор говорит, сдавая билет, я говорю, не сдаваемый. Он говорит, не проблема, в течение суток сдаются даже не сдаваемые билеты. А я до этого проверял в интернете, этой информации нет в свободном доступе. Что, оказывается, даже не сдаваемый билет можно сдать, если прошло менее суток с времени покупки. И бы все сдали. Я ничего не потерял. Мы взяли прямой билет. Сейчас я в Нью-Йорке. Вот, поэтому, да, я буду рад всем служить, быть фасилитатором. Да, то есть, я ничего особенного из себя не представляю. Я себя рассматриваю как слугу Радха Гиридхари Брабу. Это, конечно, легендарная личность. Вот. И самая большая удача в моей жизни – это возможность общения и совместной деятельности. И вот с такими удивительными личностями он единственный, как я говорил. Вот. И я постараюсь поделиться этой удачей с максимальным количеством тех, кто здесь участвует сегодня. Спасибо всем большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое, да, за наставление, за ваше участие. Тоже очень ценно это для нас. Я думаю, что все тоже очень обрадовались, что вы сказали несколько слов. Вот. Друзья, а мы тогда давайте продолжим. Тогда в силу своей скромности Сагар с вами немножечко преуменьшает свою роль. Вот. Мы знаем масштаб его личности. Так. Надеюсь, сейчас у вас презентация моя. У нас уже. Секундочку. Вот так. Скажите в чате, пожалуйста, видно? Единичку проставьте, если видно все. Да, спасибо. Все, значит, трансляция пошла. Спасибо вам. Вот. И тогда давайте немножечко поподробнее поговорим о лекторах, о самой программе, о этом мероприятии. То есть мы сказали, что первый шаг в наш вот этот вот клуб, где мы с вами все сможем объединиться. Вот. И наша задача как организаторов, она заключается не только как бы в том, чтобы затащить вас куда-то как-то непонятно зачем, да. Но наша ответственность, наша задача заключается в том, что если мы вас куда-то приглашаем, что ваше нахождение там, оно было максимально для вас комфортным и полезным. Вот. А для того, чтобы оно было комфортным и полезным, мы уже говорили, что мы должны находиться на одной платформе. И поэтому это абсолютно необходимый, необходимый шаг к участию вот в этом вот курсе. То есть мы, приходя в Артха-клуб, в Артха-платформу, как бы должны понимать вообще о чем это. Вот. И кто, как не Сагар Свами, Ратха Гиридхари Прабу, который стоит, у истоков этого проекта, могут нас этим зарядить. Поднять нас всех на одну вот эту вот духовную платформу и задать вот этот вот ритм. То есть и первый шаг для нас с вами – это как раз участие вот в этом вот мероприятии, в курсе. Вот таким образом выглядит наша картинка. Уникальный курс, который объединяет в себе и духовные знания высочайшего уровня. И бизнес знаний, и бизнес моделей тоже высочайшего уровня. Я вот без каких-либо сомнений хочу сказать, что это абсолютно уникальный курс. Вот. И ничего подобного на сегодняшний момент вот на, во всяком случае, на русскоязычном пространстве вы не найдете. Никаких аналогов этому курсу на сегодняшний момент нет. Когда такого уровня высочайшие люди соединяют вот эти две вещи – бизнес и духовность, да, с конкретной реализацией, с конкретными методами, как можно включить это в свой бизнес, как можно вырастить свой бизнес уже сейчас непосредственно на этапе участия в этой курсе. Вот. И несколько слов тогда о лидерах. Автор курса и ведущий – это Бхакти Расаян Сагарсвами, который перед нами выступил. Вот. И он его сделает, этот курс делает, готовит, исходя из своего более 30-летнего опыта в духовной жизни. Вот. И доступ к гарберской программе. Вот. Немножечко о Сагарсвами. Монах Саньяси – традиция Бхакти-йоги более 30 лет практики. Профессиональный медиатор, конфликтолог, прошедший обучение по гарберской программе. Послужен в списке решений конфликтной ситуации в сфере политики и бизнеса высочайшего уровня в странах СНГ, Великобритании, США, Индии и другое. То есть есть несколько типов личностей, да, которые о себе рассказывают, очень рекламируют себя, да, и есть люди, которые о себе практически ничего не рассказывают. Сагарсвами как раз из такой категории, вот, из-за его скромности на самом деле кроется огромное количество связей, огромное количество опыта в решении как раз большого количества сложных ситуаций и в бизнесе, и в личной жизни, и в том числе в политике, да. А мы знаем, что иногда одно решение, они вот как сейчас Сагарсвами привел пример, что четыре слова, за четырьмя словами стоит 50 тысяч, иногда за четырьмя словами стоит не 50 тысяч, а 50 миллионов, иногда даже не рублей, вот, и поэтому насколько ценны вот эти указания, вот этот вот опыт, который Сагарсвами готов нам дать, которым он готов поделиться в этом пути. Он также является организатором многоконфессионального сотрудничества в разных странах на уровне ООН. Это абсолютный международный уровень. Основательный международный координатор лидерской школы IDIL, в которой лидеры общества в разных областях жизни обучаются, соединяя свою профессиональную деятельность с служением Богу, обществу и окружающей среде. Это говорит о том, что Сагарсвами не новичок в этой теме, он эту тему развивает давно уже, и у него есть уже богатый опыт и реализация на эту тему. Несколько слов о другой звезде нашего курса. Это Радха Гиридхари Прабу, ведущий курса и учредитель Артха Форума, основатель и председатель Совета директоров Байзл Партнерс, той самой компании инвестиционной. Основатель и управляющий председатель Совета директоров Байзл Партнерс со штаб-квартиром в Сингапуре. Имеет более 30 лет опыта в управлении международными инвестиционными проектами, работой в сфере технологических услуг в США, Азии и Европе. Байзл Технологи Партнерс сформировала свой первый инвестиционный фонд в размере 175 миллионов долларов в 2018 году. Раджифф инвестировал и был активным участником Совета директоров в 14 нишах в глобальных технологических компаниях и с более чем 10 тысячами сотрудников. Это высочайший уровень в бизнес-среде. Раджифф входит в Совет директоров ТИА и Сингапура, Индус Интерпренерс. В настоящее время организация представляет собой глобальную экосистему азиатских предпринимателей, ангелов-инвесторов, венчурных капиталистов и профессионалов отрасли, имеющих глубокие связи с Силиконовой долиной, где она и была основана в 1992 году. То есть это как раз тот профиль, который мы пытаемся создать на основе как раз архофорума, архоплатформы, где есть и венчурные ангелы, и инвесторы, и профессионалы и так далее. И пять основных тем курса, по которым мы пройдем. Первая тема – это как найти миссию в своей жизни и реализовать ее, создавая успешный и устойчивый бизнес, основанный на духовных принципах. Вторая тема – это как на практике применить мудрый священных текстов и опыт древних цивилизаций в создании, управлении и развитии успешного бизнеса. Здесь мы подчеркиваем именно прикладной характер. То есть это не теоретическое знание, которое вы можете послушать где-то в Ютюбе. Это практическое знание, то есть когда Астагар с вами будет давать теорию, и потом в малых группах мы будем отрабатывать практику. И уже непосредственно в результате прохождения этого курса вы сможете это реализовывать у себя в компании, непосредственно внедряя в свою собственную бизнес-среду. Третья тема – это секреты священных писаний и науки взаимоотношений в команде с партнерами, с клиентами и всеми, от кого зависит успех вашего бизнеса. Четвертая тема – как бескорыстная деятельность предпринимателей, компании влиять на развитие бизнеса и общества в целом. И здесь будут раскрываться в значении и важности не только финансовых каких-то финансовых благотворительностей, но именно и временем, и типом деятельности, которой нужно заниматься, и настроением, в которое это нужно делать. Огромное количество нюансов, которые преподаватели наши звездные будут раскрывать. Экономическое процветание – пятая тема – это экономика, основанная на духовно-нравственных принципах, фундаментах процветающего бизнеса. Результаты курса, друзья. Что же мы получим, пройдя этот курс? Я скажу вам честно, для меня это тоже большое вдохновение. Я этот курс буду проходить вместе с вами, и я тоже нахожусь в большом дне терпения. То есть для меня это тоже откровение. Я очень счастлив, что мне самому выпала такая возможность поучаствовать в этом проекте и пройти обучение у таких великих личностей. Результаты. Возможность вступить в клуб духовных предпринимателей, где мы друг друга сможем с вами все найти. Другая возможность для нас – это деятельное понимание духовной бизнес-модели архи и законов бизнеса, собранной по крупицам и священцам. Самостоятельно мы эти вещи будем собирать очень долго. Может быть, полжизни. Еще полжизни стараться их применить, и другие полжизни будем делать работу над ошибками. Здесь мы можем получить все в одном месте и попасть в среду благоприятную для нашего развития. Следующее – это вдохновение, соприкосновение с глубинными смыслами создания и развития бизнеса. Что за всем этим стоит? Как мы строим бизнес? Что находится в основании этой пирамиды? Понимание своего предназначения в бизнесе и новые инструменты для эффективного управления. Каким образом нам все это делать? Как нам нужно двигаться? Как нам быть максимально эффективными в практической плоскости? Видение перспектив развития для себя, бизнеса и своей команды. Мы знаем, что видение – это самое главное. Можно… Если бы не было видения, то тогда люди, которые… Если бы все определялось количеством вложенных усилий, то самыми богатыми были бы люди, которые больше всех работают физически. Но мы видим, что это абсолютно не так. Что те люди, которые много работают физически, они не самые богатые далеко. А что это значит? Это значит, что есть какие-то нюансы, какие-то вещи, которые позволяют процветать тем людям, которые работают физически не так много, но почему-то они много зарабатывают. И в чем же заключают эти нюансы? И такая же история со знанием. Как бы есть… Можно предположить, что знание дает неограниченные ресурсы. Но это же не так. Тогда бы преподаватели в университетах, да и в вузах были бы самыми богатыми людьми. А мы видим, что иногда зачастую богатейшими людьми становятся люди, у которых очень скромное образование. В чем же нюансы? Как это связано? Как это понимать? Как видите? Вот эти вот нюансы и развивать видение для развития бизнеса. Об этом тоже будет результат в этом курсе. Также знакомство и создание отношений со студентами курса – это немаловажно. Воплощающих успех в бизнесе и духовность, что очень сложно встретить в наше время. Оглянитесь вокруг и посмотрите, как много у вас духовно ориентированных крупных бизнесменов. Если я посмотрю вокруг, то я, наверное, с трудом найду одного или двух. Я думаю, что у вас похожие же проблемы. И где брать единомышленников, где знакомиться с этими людьми, где брать вдохновение от правильных людей. Именно здесь нужно прийти на обучение, прийти в бизнес-клуб, объединиться. И тогда мы найдем с вами друг друга. Тогда мы сможем друг другу по ним помогать. Немножечко про формат и стоимость этого курса. Курс предполагается будет идти полтора месяца, по два занятия в неделю. То есть это будет теоретическое и практическое задание. То есть первое теоретическое занятие будет по выходным, скорее всего, в субботу в 17.00. Потому что в ближайшие два месяца Сагар с вами будет находиться в Америке. У него очень большая разница по времени. То есть ему нужно будет вставать рано утром для того, чтобы в 5 часов вечера провести вот это мероприятие. Практическое занятие. И теоретическое оно будет проводиться посередине недели. Скорее всего, будет две группы, где занятия будут проходить с трекерами, с кураторами. И по той программе, по тем заданиям, которые нам будет давать Сагар с вами. Соответственно, все вот это знание, все это понимание, мы будем в узких группах друг с другом его воплощать на практике. То есть мы знаем, что иногда просто проговорить какие-то вещи, то есть это уже инсайты. А когда ты обсуждаешь какие-то вопросы, пахтаешь с духовно развитыми личностями, которые еще разделяют твою природу, твои интересы, то это в десятки раз больше пользы, больше инсайтов, которые вы сможете реализовать, принести в свой бизнес. По поводу ценности. Сколько же стоит этот курс? Немножечко вас напугаю. Ценность курса мы посчитали от 300 тысяч рублей. Почему мы так считаем? Потому что на сегодняшний момент, если вы оглядитесь вокруг, то вы поймете, что ценность курса определяется не форматом и не информацией, которую вы получаете в курсе. Ценность курса определяется теми людьми, реализованными, которые вам дают это знание. И самое дорогое образование на сегодняшний момент в мире – это обучение в известных школах бизнеса, таких как Гарвард, Ель, Принстон и так далее. А почему? Потому что там преподают самые крутые реализованные профессионалы. И человек, когда идет в эти вузы, он платит денег не за методологию какую-то, он платит деньги за общение с этими людьми, за возможность прикоснуться к этому ресурсу, к этому опыту, скопировать вот эту модель поведения, пропитаться этим. И вот это самое ценное. Сейчас в рынке, на нашем российском, мы видим небольшой перекос. И даже программа бизнес-стартап-академия, допустим, в Сколково за месячный курс соберет порядка 750 тысяч рублей. 750 тысяч рублей стоит обучение стартапу, как запускать стартап в Сколково. Где мы видим не самых, мягко скажем, реализованных людей в этом направлении. То есть абсолютно такие посредственные люди. То есть это не уровень Сагар Слами и Радхагири Харри Прабу. Или другой пример с бизнес-молодостью, либо с Аязом, где курс сейчас у Аяза стоит полтора миллиона рублей для бизнесменов. И в чем преимущество именно, почему люди платят полтора миллиона рублей Аязу? Потому что они хотят прикоснуться к его успеху, к его личности. Да, ну давайте посмотрим, где находится Аяза, на каком уровне находится Радхагири Харри Прабу и Сагар Слами. То есть это пропасть. Мы здесь не пишем ни миллион, ни два миллиона, чтобы никого не шокировать. Но для понимания, та ценность, которая сюда входит, это не менее 300 тысяч рублей. А дальше это зависит от квалификации того человека, который это знание впитает, пройдет и сможет применить в своем бизнесе. То есть если это даст инсайты, то есть благодаря этому инсайту, если человек полностью перестроит свой бизнес, заработает на этом миллион долларов, то какова же будет ценность этого инсайта? Это стоимость вот этой вот возможности поучастков, прикоснуться к этой истории.